доброе утро полуночники вот проснулись 3 часа ночи в час легли 3 встали спать не дают говорят давай костер разжигай чувствую что надо вставать а то все дрова спалят продукты продукты я подвешивал это интересно мулу будет слышно песню или нет красиво поет вот что делает голод проснулись утром пьем кофе встречаем рассвет у меня после вспышки глазах светится но кипиточек это конечно самое святое что можно придумать и на минутах уже будет расход скоро а я хотел сказать в курске у нас не все просто цвета одного а вы ходите она на меня большая она на меня не большая она на меня теплая и это что я хотел сказать меня больше всего поразило когда в углу 5 часов утра когда он читал молитву пел снизу с поселка сюда доносится это пение молитв это действительно такой над горами начинается дымка самое 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 у меня вот это вот красиво загадочно так пистик какая-то в этом какая-то древность в общем действительно красота холодно сильно холодно вот что хотелось бы еще сказать Миша сегодня сделал подвиг Миша проспал всю ночь ну не всю ночь потому они меня не дали целлофановом пакете я догадался почему они меня рано разбудили он целлофановом пакете спал я думаю это спальник по фотографии он мне выслал вайбери выслал ммс мне говорят иди бери хорошая вещь полезно хорошая я посмотрел думаю классный спальник это я покажу когда солнце встанет в чем Миша а он сегодня совершил подвиг для проспать ночь в целлофановом пакете на вершине ну скажи еще август крым минус семь да август крым реально начинает всеречь дымка туманчик начинает по низинкам ползти чем планета земля оживает вот показываю в чем спал сегодня Миша штука прикольная прикольная но я думал это спальник на самом деле оно по толщине вот это просто пленочка ну тепло было как мусорный пакетик типа толщиной говорит тепло было я думал чтоб дуба не врезал до утра короче подвиг совершил вот так вот профессионалы ждут восхода сколько осталось сколько осталось судя потому что я читал в нете то буквально считанные минуты но надо учитывать что поселок находится внизу а у нас восход будет раньше намного раньше светает прям с бешеной скоростью только-только было темно уже уже полностью но солнце еще не встало звезда горит ну завтрак готов имбирь закипел о слава богу картина репина маслом в ожидании чуда так ну где оно есть где оно есть да ты шо вот эта озвучка такая сколько мы могли бы еще спать лишних как минимум пару часов мы могли бы еще поспать в восхода нет а мы встали в 4.40 короче нас обманули опять синоптики прогноз был сергей на 2005 год понимаешь сейчас оно встает уже в 6.20 а мы должны были встать в 5 да да должны были а в 3 встали ну вот такие вот дела у нас внизу в поселке уже петухи там вовсю поют а солнца нету а говорю доверьтесь профессионалу итак ну не знаю нет телефон не покажет этого есть смотри как быстро поднимается сейчас считанные секунды и над горизонтом будет шар диск Я не знаю, что будет, видно не будет Солнце в глаза нас светило, ничего не вижу Солнце встало Хотел сказать, лагерь оживает, лагерь оживает со средины ночи С восходом нас чуть-чуть подкололи, он оказался намного позже, чем обещали Поднимается шквальный ветер, пронизывающий, холодный Изо рта пар идет, вот это на августе, да, реально холодно Солнце встало Поехали Солнце 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спуск будет долгий и затяжной. Ну, я об этом подумал, но не сказал, не озвучил просто. Куда спускаться будем, поняли, не? Куда? Вот, если взять... Правильно сказал? Правильно, по сути дела. Короче, пару слов за вершение путешествия. Итак, мы ночевали на Бурун-Кая, скала Утюг, высота 471 метр над уровнем моря. Восход встретили, когда встает солнце, это нужно просто видеть, передать это нельзя. Впечатления, эмоции у всех. Я за всех сегодня говорю. Мы поддерживаем. Да, я думаю, меня поддержат. Эмоций предостаточно, впечатления самые яркие. Весь поход был на позитиве. Вот. Ну и как говорят, что если человек стремится быть лучше других, то это значит, что он не хочет стать лучше других, а хочет стать лучше, чем вчера. Поэтому вот такие вылазки на природу и дают возможность там стать лучше, чем вчера. Люди, ходите в горы, общайтесь с вот этим прекрасным миром. Всем хороших походов. Ну и до новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Миша в состоянии глубокой медитации просушивает клеенку. Самадхи пришла к нему под шелест этой волшебной клеенки, на которой мы всю ночь хавали. Солнце встало. Пришел новый день. И нам пора спускаться в цивилизацию. Путь не близок, не легок, но пора выдвигаться. Такой поставлен на голос. У меня такая функция есть. Ты можешь голосом сказать, он фоткает. Мы довольны. Мы выдвигаемся уже в сторону Бельбекского каньона. Будем спускаться по новой тропе. Я фоткает на голос. Да я понял, понял. Так отключи ее. Еще раз скажи, чтобы я окончательно понял. Ты меня не слушал, поэтому я тебе скажу. Слушай, она как-то неправильно снимает. Темно. Или это у меня в глазах светло. Ну, кожурек может быть. Тень дает. Вот. Короче, оставляем поляну в той же чистоте, в которой приняли. Все в идеале, нигде ничего. Ничего абсолютно. И выдвигаемся. Обойти. Оно не получается, да? По уши вляпалась в лес, да? Да склон нехороший. Вот это я помню. Ап, нашел. Оно? Оно. Оно. Слушай, классно. Вот с этой стороны не очень. А вот там, когда сбоку... Так я же говорю, с той стороны. Улыбка. Это ж надо такое, да? Природа сотворила. Рот душевый. Я сейчас пойду потрогаю. Ты что думаешь? Я только смотреть буду. А это выкладывать или нет? Не знаю. Вот такое вот чудо природы. Офигеть. И ванночка, видишь ты. Ванночка, да. Сейчас рюкзак будет мешать. И на коленях. Потрогала? Вот так вот. Блин. Все хорошо. Теперь встать же надо, да? Потрогала. Нет, я от грота шел сюда. Короче, в общем, идем по Тисовой роще. Вниз к Гибрибеку. А было нормально. Я пузы была. Я пыталась, пока. А было такое, что даже если не смешь, не снят, то если... Пошел. Бобслей. Такую тропу вымыло, дождем. И мы по ней идем уже не первую сотню метров. Вот будто специально прям тропа такая. Ну вот мы все ниже и ниже. Спускаемся в Бельбекский каньон. На этой высоте мы ночевали. На самой-самой вершине скалы. Миша не понял. Говорит, что вы правда, что ли, там ночевали? Вот это да. Древние моллюски. Окаменелости Бельбекского каньона. Вот такая вот. Закончилось наше путешествие на Бурун-Кая. Сегодня мы ночевали там, наверху, на высоте птичьего полета. Ночью было очень холодно. Вот. А сейчас начинается обычная августовская жара. Хотя ночь была для августа абсолютно нелетняя. Да. Вот. Ну, в общем, все вот. Вчера мы искупались в святом источнике в купеле. Посетили пещерный храм. Вот. Забрались на эту вершину. Были на Сюринской крепости. И вот за два дня можно успеть очень и очень много. Если немножко подготовиться к походу. В общем, впечатления, эмоции самые наилучшие. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну да. Ладно. Выяснилось, что Миша дошло, и все-таки, где мы ночевали. Он, как ты представлял? Когда сверху находишься, думаешь, что какая-то маленькая пимпочка на череде такой длинной. А когда снизу спустились, как кусок корабля такой прям аж... Нос корабля. Нос корабля, да. Так не было видно. Обалдеть. Сверху оно кажется плоским, простым. А снизу смотрится, что мы чуть ли не на самой высшей точке были с этой стороны. Да, вот флаг видно. Флаг видно наш. В самом центре Куйбышева. Да я так ускоренно, как Миша когда-то снимал. Культурный центр. Здание советского бюлета. Взяли кофе. Былась мечта. Поехали в ялту. В горячий кофе. Поехали в ялту. Решил в деревне лето, особенно весной. Поехали в ялту. Такси. Поехали скорым. Ту-ту. Поехали джип-пам. Пипи. Поехали встретим. Мечту. И целое лето. Любви. В ялту-ту-ту. В ялту-пи-пи. В ялту на ту. Ту-ту-ту. Пипи-пи. В ялту-ту. В ялту-пи-пи. В ялту на ту. Ту-ту-ту. Пипи-пи. Поехали тихо. Ту-ту. Поехали громко. Поехали в Ялту, прошу, там целое море любви Поехали в Ялту, что-то я взял в Ялту 13 секунд В Ялту, там целое лето любви Поехали в Ялту, что-то я взял в Ялту Субтитры добавил DimaTorzok ехали значит на севастополь первое второе третье место ехали из куйбышева до симферополя первое второе третье место и теперь уже симферополя даялку тоже первое второе третье место три счастливых билета то есть шесть счастливых то есть девять счастливых билет она 5 1 2 3